Я человек-универсал. В 16 лет меня поставили танцевальным инструктором, появились страхи, на пилоне что-то делать. Я научилась самовосстанавливаться, снимать себе спазмы. У человека меняется мышление. Увидев в детстве по телевизору классический балет, Юля решила, что станет балериной. Потом был детский коллектив Дворца культуры «Металлург» в городе Аша, обучение в Академии культуры в Челябинске, выступления в шоу-балете, собственный коллектив. А еще появились новые направления – фитнес-булл-дэнс и воздушные полотна. Сейчас Юля – руководитель студии шестовой акробатики и воздушной гимнастики, энергокоуч и танцотерапевт. Чтобы к этому прийти, пришлось пройти через многое. Изначально танцы, потом добавился спорт. Я 10 лет увлекалась баскетболом, занималась китбоксингом. Разные виды спорта попробовала, но больше у меня всегда хотелось танцевать, проявляться именно через танец. В 16 лет меня поставили танцевальным инструктором, и у меня была своя команда. Там было направление современная хореография совместно с хип-хопом. Такой микс. Потом как-то все перешло в спорт, в фитнес-пулл-дэнс. А после фитнеса-пулл-дэнс затянуло в экзотик-пулл-дэнс. Больше женственное направление направлено на раскрепощение, легкость, сексуальность. Я сразу увидела, что это спорт, что это не танец. И там можно выполнять много элементов и трюков. Мне стало интересно. Я начала изучать и училась по видео. Тогда еще это не было популярным в Челябинске. Все только начиналось, зарождалось. И мы учились сами. Шоу-балет мы пробовали свой открыть. Он какое-то время просуществовал. Я уехала с девочкой в другой город работать. Но в итоге не сложилось. Я там просто не хотела жить. У меня была на тот момент цель поступить в Академию культуры и учиться на хореографа именно. Вот это самая главная цель была. И все шоу-балеты я забросила тогда. В течение дня ездила во много разных мест преподавать. И стрейчинг, и танцы, и пилон. Это все я преподавала. И в один прекрасный день мне просто это надоело. И я захотела свое пространство создать. Мы работали сначала в маленьком помещении, 100 квадратов. У нас было всего два пилона. Я набрала первые группы. Плюс ко мне подтянулись в тренера из шоу-балета люди, с кем я работала. Был момент, когда мы решили, что нужно что-то большее открыть. Но у меня было предчувствие, что пока рано. И все равно мы в это вошли. И прогорел бизнес. После того, как прогорели, восстановились, но с трудом. Был стресс и такое состояние, то есть состояние падения. Потом поднялась снова. С 2013 года я получила первую травму. У меня было смещение позвонка. Мне правили. Я ходила с ошейником 3 месяца. Потом снова в спорт. В спорте я была с головой. Мне хотелось делать что-то новое, пробовать. И я не обращала внимания на то, что хочет мое тело. Первый раз это случилось. Потом через сколько-то лет случилось второй раз. На сноуборде я каталась. Слегка приземлилась на таз. Обнаружили, что у меня грыжа и протрузия в шейном отделе. Восстанавливалась в течение 4 лет. Это был такой долгий процесс. Появились страхи на пилонне что-то делать. Пробовала другой спорт. Уходила в тренажерку. Потом возвращалась в пилон. И так это 4 года продлилось. Но за это время я изучала оздоровительные техники. Нарабатывала знания, как вообще с этим справляться. Потому что были сильные спазмы. Особенно в шейном отделе. И я научилась самовосстанавливаться. Снимать себе спазмы. И люди стали ко мне обращаться. Мои клиенты, педагоги. И я пробовала им снимать спазмы. И это все получалось. И у людей уходили боли. И вот за 9 лет это вот такой большой путь. Что я пришла через танцы, спорт, в массажи. А потом уже в работу с телом и с сознанием, подсознанием. На энергосессии я работаю как коуч. В танцевально-двигательной терапии индивидуально я работаю уже непосредственно с телом. И совместно работаю с мышлением и сознанием, подсознанием. То есть если я вижу какую-то точку в теле. Либо я ее точечно прорабатываю. Либо мы сразу начинаем работу с умом. И меняем привычный паттерн движения на естественное. У человека меняется мышление. Кто-то может за одну тренировку уже большие результаты получить. Потому что есть готовность к такой работе. И есть желание отпустить какие-то состояния, которые ему уже не нужны. И выйти на новый уровень. Есть люди, которые вот так присматриваются сначала. Конечно, здесь больше времени занимает. И у всех по-разному это все проявляется. Кто-то меняется физически, выравнивается. Если мы что-то убираем, какие-то зажимы, которые присутствовали в теле. То есть тело меняется. И мышление меняется. Мне хочется масштабности и, возможно, работы на большие аудитории. Марафоны, ретриты, что-то такое. Где есть люди, общение. И где люди получают результаты. И просто становятся счастливыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!